Первый вопрос в Ютубе. Вот я вижу, я гражданин Грузии, но у меня вид на жительство России. Хочу в США или же в Канаду. Есть разнообразные программы в каждой стране. И для того, чтобы определиться, какая вам программа подходит лучше всего, вы можете обратиться к Алене. Ее контакты есть под этим видео. Можете ей писать в комментариях, ей писать в Instagram. Если вас интересует какая-то определенная страна, она вам даст исчерпывающую консультацию. На самом деле, и по США, и по Канаде очень много программ. И, вероятнее всего, скорее всего, какая-то из них вам подойдет. В независимости от вашего возраста. Если вы студент, есть по обучению. Если вы специалист и умеете что-то делать руками, обладаете какой-то рабочей специальностью, то вы можете поехать на работу, если вы специалист. Если вы бизнесмен, вполне успешный. Для таких людей тоже есть программы и в США, и, наверное, в Канаду. Нужно узнать вашу историю, вам нужна более полная консультация, которую вы, конечно же, можете получить. Не сегодня на стриме. Ну, то есть, если вы определились и вы готовы идти по этому пути, то обращайтесь к Алене, она вам все объяснит. Здесь немножко хочу дополнить, да, что есть два способа. Это изначально мы уже целенаправленно выезжаем по какой-то иммиграционной программе, мы подобраны. Либо же можем туда заехать по Юзи Б1-Б2 и в последующем сменить статус. То есть, как бы, два таких пути. То есть, находясь в стране, мы можем уже определиться, как нам двигаться дальше. Или можем уже изначально заезжать даже по рабочей визе, да. То есть, может быть, бизнес-виза, виза-инвестора и различные другие типы виз. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, про визу талантов. Какие профессии чаще одобряют? Спасибо. Это по Америке, я так понимаю, да? Я тоже так думаю. Ну, смотрите, на самом деле эта профессия может быть абсолютно любая. Это может быть и парикмахер, и повар, да. То есть, это может быть художник, это может быть блогер. Вам необходимо доказать свою уникальность. Доказать свою уникальность можно несколькими способами, да. То есть, это публикация в каких-то СМИ-источниках, да. Это участие в каких-то сообществах, да. То есть, в профилях по вашему профилю. Также, может быть, какие-то награждения относительно этого профиля. Если вы там сотрудничаете с какими-то компаниями, вас куда-то приглашают на какие-то мероприятия, какие-то выставки, да. То есть, это все должно быть подтверждено. Поэтому профессия совершенно вообще не играет никакой роли. Может, даже не в профессии, а в сфере деятельности. Потому что профессии много разных. Талантливым может быть и экономист, правильно? Если он какие-то диссертации пишет. И доктор, который делает уникальные операции или что-то придумал интересное. То есть, талант здесь очень обтекаемое такое понятие. Если у вас есть достижения, скажем так, да, какие-то, которые выше среднего, в любой сфере. Неважно, спорт, там, медицина. Нужно это доказать. Все это собрать. И чем больше, тем лучше. То есть, некоторые люди, которые подаются на эту визу, они приносят кейсы, дела, в которых около 300 страниц. Сканы, скрины, это могут быть какие-то вырезки из газет, журнала, странички. Все задокументировано через юристов. И тогда это усиливает их кейс. То есть, чем больше, тем лучше. Вот пользователь Русской Америки. Это Юрий Моша. Кстати, подписывайтесь на его канал. Юрий постоянно, практически каждый день укладывает интересные влоги из Соединенных Штатов Америки, из Нью-Йорка. А также он путешествует по Америке. И также он начинается эмиграцией. Поэтому обратите... Он путешествует, он живет там еще раз. Да, живет, но и путешествует по Америке, по штатам разным. Поэтому, если хотите посмотреть на настоящую жизнь в Америке, как там все происходит, внимание на канал Юрия, подпишитесь. И можете также ему задавать вопросы. Он всегда в курсе всех новшеств. Юрий, просто рассказать о компании EB3. О программе. Программа EB3. Это уникальная возможность для людей без востребованной квалификации переехать по Америке. Более того, очень легкий способ получения грин-карты. То есть не просто визы, да? Это, как бы говоря, рабочая виза. Правильно? Да. Человек туда заезжает по рабочей визе, и в течение двух лет он получает грин-карту. А грин-карта – это уже как граждан, как ПМЖ, правильно? Да, да, да. Это постоянный вид на жительство, да? Там есть такие условия, что необходимо отработать год, минимум год на того работодателя, который берется и за человека оформляет ему все необходимые документы. Это сразу такую пометочку, что вот срок оформления всех необходимых документов до момента получения грин-карты – это 12-24 месяца. И этот срок человек находится у себя в стране. И заезжает он туда уже по рабочей визе, и на месте он уже получает в короткие сроки грин-карту. Да, это программа не дешевая. То есть это не то, что оформить рабочую визу в Порше. Я так взял, пришел, оформил, отработать, я получил это приглашение. То есть это очень длительный процесс. Сопровождение миграционных адвокатов, да? То есть это требует очень большой, тщательной юридической подготовки. В нашей компании есть такие работодатели, с которыми у нас заключен контракт. Мы подбираем для них персонал, потому что это те работодатели, которые нуждаются именно в таких неквалифицированных работниках. А почему? А, например, какие, скажи, кто эти работники? Ну, это может быть также и строители, да, сейчас есть такие вакансии. Они постоянно обновляются. Это в сфере обслуживания, какие-то отели. Горничные официанты. Горничные, да. В Макдональдсе у нас была вакансия. То есть ничего сложного, в принципе, те специальности, вакансии, куда идёт молодёжь сейчас? На одного человека такая программа, это 35 тысяч долларов. На семью есть возможность переезда с семьёй. Это мама, папа и несовершеннолетние дети до 21 года. На семью это 40 тысяч долларов. По данной программе действует рассрочка. То есть вы оплачиваете эту сумму на протяжении вот этих двух лет. Частями. Вот. И очень интересно, там, где вот переезжает семья, да, то есть один человек, допустим, там, мужчина или девушка, они получают эту работу. А что делает семья? Они имеют право работать? Конечно, конечно. Они имеют право и сразу же, сразу же. То есть у них появляется разрешение на работу? Ну, с момента получения самого рынка. Дети могут идти, там, в школы, там, в садики, в колледжи. И второй заявитель, он может идти работать куда угодно. То есть если один всё-таки привязан к работодателю, да, то есть надо минимум год отработать, то второй, у него руки развязаны, он может идти куда угодно. Конечно, он уже может трудоустраиваться даже и без знания языка абсолютно на любую профессию. И работодателю уже ничего не нужно доказывать. Он просто вас берёт на работу и всё. И они имеют, вот, семья имеет права как граждане. В Америке, в принципе, кроме, они не могут голосовать, правильно? Да, совершенно верно. Они могут открыть счета, там, страховка, всё как нужно. Конечно, конечно. Ещё такой момент, что когда люди начинают пугаться от суммы, они не понимают того, что эта сумма абсолютно адекватная для этой программы, для грин-карта. Потому что любые другие пути получения грин-карты, в конечном счёте, они выльются в ориентировочно такую же сумму. Например, когда люди идут по пути обучения, да, сколько будет стоить ваше обучение, да, там, сколько будет стоить, опять же, там, смена ваших статусов, да, и какие-то дополнительные расходы. Да, но карты достаточно дорогие в Америке. В конечном счёте это всё выльется для вас в кругленькую сумму. А здесь вы, собственно говоря, ваша сумма фиксирована, ваши сроки фиксированы. Вы уже знаете конечную цель, что произойдёт. Потому что даже визы для высококвалифицированных специалистов, они тоже, как бы, не дешёвые. Алена, сколько стоит ваша консультация? Ну, смотрите, моя консультация, она совершенно бесплатна, да, то есть, если вы обращаетесь, там, в WhatsApp, то есть, она, эта консультация, она не является юридической. То есть, я не могу сказать, что у меня есть юридическое образование, но оно получено в России, поэтому у меня нет юридического образования относительно других стран. То есть, моя консультация, она по таким вот основным иммиграционным продуктам. То есть, если вы в последующем принимаете какое-то решение иммигрировать в какую-то страну, то начинать процесс иммиграции нужно с консультации именно адвокатов. Именно профессионала и, более того, даже не каждого адвоката можно сделать консультацию, да, то есть, это должен быть определённый профиль. С этим я также могу разобраться, да, то есть, изначально я проведу вам консультацию для того, чтобы определиться относительно той или иной программы. До или иной страны, а дальше мы уже вас перенаправим к профессионалам, которые потребуются. Да, это во-первых. Во-вторых, если нужна будет более высококвалифицированная консультация какого-то адвоката или человека, который определённо избирается лучше в том вопросе, который вам интересен, если уже вы выберете программу или страну, то есть, вы будете знать, в каком направлении вам держать путь, то можно тогда организовать платную консультацию человеку, который специалист, узкий, и он вам пошагово даст алгоритм действий и будет вас курировать, чтобы вы не сделали никаких ошибок и ваш процесс эмиграции был успешным и завершился, естественно, успехом, потому что это порой очень длинный путь и не всегда лёгкий. Но с помощью тех людей, которые в этом разбираются, он станет явно легче. Продолжение следует...